Всем привет! В эфире Универ Ньюс в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Состояло заседание Советов ректоров вузов Республики Татарстан. В Казанском университете обсудили школьное образование детей-мусульман. Киев-чемпионат прошел для студентов Института управления экономики и финансов КФУ. 4 апреля на базе Казанского федерального университета состояло заседание Совета ректоров вузов Республики Татарстан, посвященное в основном вопросам международных связей вузовского сообщества республики. 4 апреля в зале попечительского совета Казанского федерального университета состояло заседание Совета ректоров вузов Республики Татарстан под председательством Ильшата Гафурова. Председатель Совета ректоров вузов Республики Татарстан Ильшат Гафуров поздравил коллег, которые были избраны на должности ректоров своих вузов. Основной темой повестки дня стало расширение международных связей вузовского сообщества республики. Участниками заседания стали члены Совета ректоров вузов, приглашенные гости, которые обсудили приемы иностранных граждан на обучение по образовательным программам. Президентом республики поставлена задача повышения качества подготовки студентов из Узбекистана. Для этого предлагается открыть в Узбекистане образовательный центр по подготовке целевых абитуриентов к поступлению к КФУ, отбора наиболее способных абитуриентов. Предполагается, что по итогам предвузовской подготовки в образовательном центре КФУ будет осуществлять целевое обучение гражданам Узбекистана по специальностям, наиболее востребованным для страны. Особое внимание было уделено адаптации иностранных граждан в новую непривычную для них среде. У нас два университета. Это наш федеральный университет и Казанский химико-технологический университет. Постановление правительства Российской Федерации стали центрами экспорта российского образования среди 20 вузов России. С моей стороны, если позволите, тоже предложение рассмотреть возможность создания дома иностранного студента, где бы мы все вместе координировали наши действия и где были бы реализованы проекты по адаптации к нашим условиям. Особой острой в стране и республике стоит вопрос пожарной безопасности и противодействия терроризму и экстремизму. В связи с трагедией, произошедшей в торговом центре «Зимняя вишня», сейчас уделяется особое внимание усилению работы противопожарной безопасности. Ведь на данный момент в вузах Татарстана обучается более 100 тысяч студентов. Решение о закреплении в каждом образовательном учреждении высшего, среднего и общего образования должностного лица, который бы был ответственен за вопросы защищения безопасности. В ходе заседания были обсуждены вопросы, связанные с сотрудничеством с Республикой Узбекистан, рассмотрение итогов деятельности движения студенческих трудовых отрядов в вузах и основных их задач на 2018 год. Встреча завершилась рассмотрением проекта «Положение о Совете ректоров вузов Республики Татарстан и о создании при нем Межвузовского комитета по международному сотрудничеству». Диана Шилова, Леонард Влитяров, Универньюз. Ректор КФУ встретился с комиссией по аккредитации программ делового администрирования. Главным вопросом стало дальнейшее развитие бизнес-образования в Казанском университете. Подробнее в нашем сюжете. Казанский федеральный университет посетила аккредитационная комиссия AMBA Ассоциации магистров делового администрирования. Это международная организация, занимающаяся аккредитацией бизнес-школ и программ магистратуры бизнес-администрирования. С экспертами аттестационной комиссии встретился ректор КФУ Ильшат Гафуров для обсуждения условий переаккредитации программ высшей школы бизнеса. Казанский федеральный университет с программами подготовки мастеров бизнес-администрирования впервые получил лицензию AMBA в 2015 году. Мы работали в рамках аккредитованных вами программ. Это совсем по-новому стало позиционировать нашу школу. Я думаю, у вас будет возможность убедиться в этом, когда вы начнете работать уже с документами и увидите динамику. Ректор Казанского федерального университета рассказал гостям об истории и формировании современного облика КФУ. Ранее делегаты уже побывали в высшей школе бизнеса Казанского федерального университета. На основе анализа документации и общения с ключевыми фигурами, которые участвуют в процессе организации работы выше школы, мы представим свои рекомендации, как улучшить образовательные программы и куда вам двигаться дальше. Работа аккредитационной комиссии продлится до 5 апреля. Тогда же станут известны предварительные результаты. Артем Тупичкин, Олег Кашин, Леонард Влитяров, Универньюз. Студенты Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета, объединившись с командой, решали кейс от компании «Франчейзинг-5». Все это проходило в рамках кейс-чемпионата. Подробнее расскажет Анна Глазунова. Ежегодно проводится конкурс ТОП-100 Института управления экономики и финансов Казанского университета. А в этом году в рамках данного конкурса проводится и кейс-чемпионат Кубок Эконома 2018 будущей профессионалы. Главная проблема студентов, которые не могут трудоустроиться, это отсутствие опыта работы. И в рамках кейс-чемпионата мы показываем, что наши студенты, они подготовлены со всех сторон, и у них есть этот опыт работы. Но участники сложности не испугались. Здесь они повышают свои профессиональные личностные навыки. Мы должны были сделать бизнес-процессы за 90 дней, обосновать все риски и возможные упущения компании и сделать свои предположения, как можно это улучшить. Изначально в конкурсе приняли участие более 35 команд, это более 150 участников, но в финал прошли только 10 команд. Именно им выпала возможность защитить свои решения перед представителями крупнейших региональных и международных компаний. Нам нужны люди, которые нестандартно мыслят, которые могут что-то поменять, сложив в себе порядке дел. У нас есть входные тесты, собеседования. Наилучший процент показывают именно выпускники и студенты старших курсов КФУ. Я думаю, что из этих ребят получат очень хорошие предприниматели в будущем, и мы заинтересованы в их развитии. В рамках кейс-чемпионата студенты Института управления экономикой и финанса смогли проявить и зарекомендовать себя перед менеджерами ведущих компаний и правительственных учреждений Республики Татарстан. Победителей ждет главная награда – стажировка в ведущих компаниях. Анна Глазунова, Леонардо Велитьяров, Универньюз. Многие религиозные семьи задумываются, стоит ли забрать детей из школы и самим заняться их образованием. С какими проблемами сталкиваются дети-мусульмане и где найти решение, расскажет Аделя Шамилова. Состоявшийся в Институте международных отношений истории и востоковедения КФУ «Круглый стол» объединил специалистов сразу двух областей, а именно религиоведения и педагогики. Темой обсуждения стало школьное образование детей-мусульман, а также проблемы образовательных процессов и их решения. В нашей республике мусульман тоже есть свои потребности в сфере образования. Конечно же, в Татарстане это учитывается, то есть у нас во многих школах есть, например, халяльное питание, есть возможность, допустим, обучаться в специализированной школе. Выбор школы – очень ответственное дело. Особенно этот выбор не прост для мусульманских семей в огромных мегаполисах, так как необходимо учитывать многие моменты. 3 апреля Анкару посетил президент России Владимир Путин. Сотрудничество между Россией и Турцией способствует многие факторы, но главный из них – политический. Подробнее расскажет Олег Кашин. Президент России Владимир Путин 3 апреля прибыл на переговоры в Анкару. Встреча прошла во дворце турецкого лидера Рыджепа Эрдогана. В последнее время отношения между Россией и Турцией складываются как нельзя лучше. Этому способствуют многие факторы, например, совместные действия в Сирии, а также строительство турецкого потока и атомной станции АККУЮ. Россия участвует в создании энергетической независимости Турции. Кроме этого, Россия подтвердила решение ускорить поставку Турции зенитно-ракетных систем С-400. Об этом и объявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров. Напомню, что впервые разговоры о продаже оборонного зенитного вооружения заговорили еще в июле прошлого года. Есть регионы, в которых в Турции НАТО накладывает ограничения на размещение своих зенитно-ракетных комплексов, ну именно натовских. Это прежде всего на проблемных границах с другими странами НАТО. И Турция заявляет, что российские комплексы могут быть везде, на них эти ограничения не распространяются. И таким образом она обеспечит свою безопасность. Продажа такого оружия в стране участницы НАТО звучит как минимум странно. Но российские военные, а также политологи утверждают, что Россия продает только оружие, а не технологию. Во-первых, в сделку не входит передача технологий. По крайней мере, легально этого Турция сделать не может. Она покупает 4 дивизиона за 2,5 миллиарда долларов. И это исключительно только сами ракетные комплексы. Но не технологии и не лицензии на сборку. Но даже если предположить, что Турция будет играть нечестно и попытается эти ракеты у себя копировать, то для России это не критично, потому что у нее уже есть ракета следующего поколения С-500. Всего Владимир Путин пробудет в Турции 2 дня и покинет Анкару 4 апреля. Олег Кашин, Универньюз. На этом у меня все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok